Береза плакучая. Ранее по отношению к виду применялось также название береза белая, но в настоящее время во избежание путаницы с березой пушистой, в которой применялось это же название, предложено избегать употребления названия береза белая. Распространена почти по всей Европе, в Передней и Центральной Азии. Из видов берез имеет наибольший ареал. В горы эта береза поднимается до высоты 2100-2500 метров над уровнем моря. Растет повсюду в зоне умеренного климата. Имеет обширный ареал в европейской части России, на Алтае и Кавказе. Восточная граница, озеро Байкал. Особенно широко распространена в западно-сибирской лесостепи. Береза широко распространена как основа для лесов, формирует мелколиственные леса по всем климатическим зонам, кроме тундры. Так как береза светолюбива, она легко вытесняется более долгоживущими и крупными деревьями, во многих случаях присутствует в лесах только как примесь, по более светлым участкам. В лесостепных и степных районах формирует коренные древостои. Малотребовательна к внешней среде и может расти в самых разнообразных условиях, но не переносит сильной жары и близости грунтовых вод, на заболоченных участках замещается близким видом, березой пушистой. Играет важную роль в сохранении лесов после пожаров и вырубок хвойных лесов. Мелкие крылатые орешки березы повисла и разносятся ветром на большие расстояния. Она быстро осваивает освободившиеся площади, и под ее пологом восстанавливаются коренные древесные породы. Из наружной части коры ею обертывали зарываемые в почву части столбов и нижние венцы срубов избушек. Березки крыли крыши, из нее делали лодки и даже одежду. Северные славяне в древности употребляли бересту как пищематериал. Сухой перегонкой из бересты получают деготь. Раньше он шел в основном на смазку колес телек и карет, а также для пропитки кожаной обуви. Березовые почки применяют при изготовлении кремов и других косметических средств. Эфирное масло из березовых почек употребляют в ликеро-водочном производстве. Березовый сок, приятный освежающий напиток, содержит около 1% сахара, органические кислоты, соли, калии, кальция, железо, микроэлементы и благоприятно влияет на обмен веществ. В Сибири из него делали шипучий напиток, в других местах — квас. Сок используют также для приготовления лосьона березка. Применение в медицине. Почки и листья применяют в народной и научной медицине, они обладают мочегонным, желчегонным, патагонным, кровоочистительным и бактерицидным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В качестве лекарственного сырья используют почки березы, применяют в качестве адсорбента при отравлении ядами и бактерийными токсинами. В народной медицине березовый сок применяется как общеукрепляющее средство при фурункулезе, ангине, при анеме, после ранений, при длительно незаживающих ранах и трофических язвах. Плотная крепкая древесина березы повисла и хорошо сгибается, имеет красивый рисунок, легко поддается механической обработке, чрезвычайно неустойчиво против гниения, лучше всего сохраняется погруженной в воду. В большом количестве используется как фанерное сырье, в производстве лыж, катушек для ниток, мебели. Из древесины получают целлюлозу, древесный уголь, скипидар. При сухой перегонке коры образуется деготь, применяемый в медицине и парфюмерии. Сухой перегонкой можно получать уксусную кислоту и метиловый спирт. Специальной обработкой древесины получают активированный уголь с высокой поглотительной способностью. Им пользуются для осветления жидкостей, удаления из них неприятно пахнущих веществ. Раньше минеральную воду боржомских источников фильтровали через березовый уголь. Активированный уголь засыпают в коробке противогазов.